Что я пытаюсь сказать вам в этом послании, которое Петр имел, как он постоянно идет и возвращается к Писанию, к тому, что пророки сказали, к тому месту, что написано в Псалмах. И к Аврааму ведет. Я не знаю, что использовали ли вы, когда разговариваете с христианами. Христиане могут спросить, почему столько ударения на то, что вы делаете, как вы преподаете еврею, нужно делать на Писании, а что нельзя проповедовать так, как вы делаете просто с людьми, которые не евреи. И большинство христиан, они не понимают, что когда ты проповедующий в Англии только на основании Нового Завета, что евреи вообще не понимают, о чем речь идет. Но Петр настолько искусным образом мог выложить проповедь таким образом, что это было доступно и понятно еврейскому народу. Он представил Евангелие на их условиях, на их языке, на их культуре, чтобы они могли понять доступно. И это очень важно, потому что это наша миссия. Я верю, что каждый из нас призван и проповедовать, и снаряжать евреев. Поэтому нам нужно быть партнерами с церковью. И если вы призваны к еврейскому служению, я верю, что вы должны каждый делать то, что я делаю сейчас здесь. Потому что каждый из нас индивидуально можем только немного сделать, достичь в жизни что-то. Но как вы умножаете служение свое, или то служение, в котором вы находитесь, это когда вы учите. И, грубо говоря, мы должны делиться с Евангелием евреем. Да, то же самое Евангелие. Но надо представить это Евангелие в таком образе, чтобы они приняли и осознали, что да, это их Евангелие, это их послание, принадлежит им. И что это не просто Мессия, но и есть тот обещанный Мессия. Я помню, что был в Джоханнесбурге один проповедник. И этот проповедник, он рассказывал о случае, что вот был там человек, который использовал, был в наркотиках, и настолько сильно, как он ел даже свою плоть дошло до такого. И как бы как его исцелил. Я прошу прощения, что наркотики настолько... Настолько он использовал эти наркотики, что внутри его органы съедали его органы, потому что он использовал очень или дешевый, или алкоголь, или что-то, ну... И этот африканец, проповедник, взял этого человека, который был наркоманом, и говорит, посмотрите, он начал его трясти, говорит, посмотрите на этого человека, вот он умирал, вот он был весь в наркотиках, вот его желудок практически был съеден этими наркотиками. И всем тем, что он пил и использовал. А теперь Бог его освободил, Бог его исцелил. И вот это живое доказательство, то, что Бог его исцелил, и он спас его. Поверьте, примите, примите Господа. И если он еще раз его тряснет, раз, то он его вообще убьет. И тогда нам нужно будет еще одно чудо, воскрешать его. И я стоял там и наблюдал, и удивлялся, потому что, ну, видя, что народ собрался, и он слушал. И я подумал, слушай, это так классно, это так прекрасно, и радовался, что этот человек был свободен от своего пленения. Я очень рад, что он спасен, освобожден и сегодня свободный. И я подумал, ну, я же не наркоман, я же не... у меня нету зависимости к этой дешевой выпивке. И я подумал, this is great, because the Gentiles have an opportunity to know God. И я говорю, слушай, это сам себе сказал. Это замечательно, потому что язычники имеют возможность сейчас прийти к Господу и получить спасение. И этот проповедник, он искренне проповедовал, и он искренне делился на улице, и я это лично сам слышал. И я вам хочу сказать, что я стоял и слушал, и я искренне могу сказать, что то, что он говорил, вообще меня не касалось, потому что я не мог присвоить хоть что-то, что он говорил, что оно мое. И вот что многие христиане не осознают. Он говорит, что да, есть христианские телевидения по всему миру, есть христианские передачи, Евангелие проповедуются по всему миру. И евреи живут во всех разных городах, и вот они слышат Евангелие. Но что они не осознают, что Евангелие не проповедуется таким образом, чтобы это было доступно и приемлемо для еврейского народа. Это не означает, что они не спасаются или не могут спастись через другие служения. Но многие не спасаются только по одной причине, что не предоставляется Евангелие такому, в таком образе, чтобы это было доступно для их. Если бы этот проповедник, он бы проповедовал таким образом, чтобы что-то, или как-то бы показал в своей проповеди что-нибудь еврейское, то он бы привлек мое внимание. Даже если бы он сказал «Бог Израиля», даже если бы он сказал слово «Израиль», если бы он сказал, что «Бог Авраама послал Иисуса», если бы он это сказал, или если бы что-то сказал еврейское, оно бы автоматически привлекло мое внимание. Он бы имел мое внимание. И я верю, что когда мы проповедуем Евангелие, мы бросаем эти сети, закидываем сети. И там, в этой сети, находится большая дыра. И что мы делаем? Весь еврейский народ мы пропускаем через эту дыру. И они собираются, и все равно они равны, поэтому я не вопрос. И знайте, что все ценные в глазах Бога. Я даже не ставлю это под вопросом. И я верю, что не умышленно, но они исключают еврейский народ, когда закидывают сети. И я верю, что день приходит, когда будет много притягивания к большим народам, где будет много еврейских народов в слушании тоже. Я верю, что это будет в Западной Европе. Я верю, что в этой части этого мира это произойдет. И я верю, что в Аргентине и в других частях земного шара это будет. И если мы будем проповедовать Евангелие таким образом, чтобы евреи спасались и другие люди спасались, и когда они спасутся, то они будут находиться в мессианских общинах, в других общинах, в церквях. И пусть, и позволить, чтобы они были учениками. Нам нужно представить Евангелие таким образом, чтобы в культуре она была приемлема. Все, что нужно сделать, это немножко поправить таким образом, чтобы восприятие было, чтобы было восприятие с их стороны. И если вы это сделаете, тогда вы включите целую группу людей, которые они представляют. И то, что мы замечаем, что у Петра это получилось, и он это делал очень эффективно. И фокус этой проповеди, это что воскресение, воскресение Мессии. И после того, после проповеди этого сильного послания, этой проповеди, вторая глава Деяния, 37 стих, в 36 стихе написано, и так твердо знай весь дом Израиля, что Бог заделал Господом и Христом всего Иисуса, которого и распили. И когда услышали это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья? Он сказал им, покайтесь и креститесь каждой из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. И вот 39 стих, мне нравится, что здесь написано. И Он говорит, что ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним. И тут внезапно, тут сразу же, Он говорит, это не только для вас, но это для ваших ближних, для ваших родных. И нам нужно принять это и держаться этого. И я вижу, как Господь касается Алены. Давайте согласимся с Аленой и за всеми. Давайте все вместе согласимся с Аленой. Давайте сейчас будем молиться за наши семьи. Это молитва согласия. Отец, я благодарю Тебя, что, как упомянуто, что это не только для нас, но и для наших семей. Я благодарю Тебя, Господь Бог, что наши семьи будут спасены. Мы отдаем Тебе наших отцов, матерей, наших детей, наших кузенов, наших тетей, дядей. И мы их отдаем в руки Твои. Господь, Ты обещал, что Ты спасешь наш и весь дом наш. И мы отдаем это Тебе. И мы молимся, чтобы Ты их спас. Используй нас, чтобы мы были свидетелями. И чтобы мы посылали других, чтобы они были свидетелями. Во имя Иисуса. Ишуа. Аминь. Вы знаете, что моя мама на самом деле еще не спасена. Но я специально говорю, что еще. Потому что я знаю, что она будет спасена. Когда мой отец умирал от рака, прежде чем он умер, она сказала, поделись свидетельством с отцом. Она неверующая. Она говорит, ну расскажи историю свою, расскажи об Иисусе. И она мне говорит, чтобы говорить все время людям. either or, just to make sure, like, what if, double. Она сказала, что все, что нужно сделать, сделает, чтобы это поможет ему. Здесь есть такое место, которое, если знают, что люди умирают или будут умирать, их приводят в определенное место. Называется у нас хоспис. You have that chair, you don't have it. Anybody have it in America? We have in a regular hospital, we have the rooms like that. Like Richard Wombra. But it's a separate thing in America. В Америке это совершенно другое заведение, когда уже знают, что люди умирают, и это уже ничего нельзя сделать. Есть специальный институт. It's to help them die as comfortably as possible. It's to help them to die as comfortably and painlessly as possible. И это заведение для того, чтобы помочь людям, чтобы они умирали, ну как, не помочь, чтобы умирали, но когда они умирают, и чтобы более безболезненно это было. И моя мама позвонила мне и сказала, I've got to tell you something amazing. И она сказала, I spoke to one of the nurses at the hospice. Я разговаривала с одной из медсестрой в больнице. И вы знаете, в Сан-Диего очень много евреев. И один ортодоксальный еврей, который умирал. И за несколько дней до того, как он умер, он сказал медсестре что-то, а потом медсестра сказала это моей маме. И он сказал, что этот ортодоксальный еврей сказал, что в ночи, что Иисус встал и встал на ноге. Этот ортодоксальный еврей сказал, что перед тем, как он во время ночи, он увидел Иисуса, который стоял у его ног. И он был одет в белую одежду, и он очень светился. И я был удивлен, и моя мама была удивлена этой историей. И для меня это вдохновило и дало мне надежду, потому что мой отец находился в совершенно пару палат, от той палаты, где находился этот ортодоксальный еврей. меня-то настолько вдохновило и показало мне, что Бог настолько милостивый. И иногда мы не знаем, кто спасся, а кто не спасся. И тогда я молился, Господь, Боже, мой отец находится буквально в нескольких палатах от того места, где находился этот ортодоксальный еврей. Ты открылся ему, откройся ему, моему отцу. Когда ты находишься там, в этом районе, пожалуйста, посети моего отца. И мы должны осознать, что в то время, когда мы свидетельствуем, что мы думаем, что мы страдаем или мы проходим через трудные времена и нам нужна помощь. Но когда ты закончился, ты слышал, как ты остановился в поле до конца. Нет? Но Бог хочет, чтобы наши семьи, Бог сам заинтересован и имеет желание, чтобы наши семьи были спасены больше, чем даже то, что мы сами хотим этого. Он хочет достичь нашей семьи больше, даже больше, чем мы этого хотим. И если мы are preaching the gospel message to our people, we have to go in with the absolute assurance that we have God's full support 100%, that He is behind us. когда мы это делаем, когда мы идем и делимся Евангелие, мы должны быть уверены сто процентов, что Бог за нас с нами, и Он поддерживает все, что мы делаем. потому что мы видим в Писании, что когда было проповедано Евангелие, что это было подтверждено Словом. Через знамения, через исцеление, через чудеса. И когда мы берем этот шаг веры, Бог всегда нас поддержит. И нам необходимо взять этот шаг веры. Потому что Петр сказал, что эти обещания принадлежат вам и вашим детям. И всем дальней, кого бы не призвал Господь, Бог наш. И многие-многие евреи покаялись тот день. Okay. Let's go to It's amazing how many sermons there are. Удивительно, но очень много проповедей, которые мы можем рассматривать. Let's go to Acts chapter 4. Давайте откроем сейчас Деяние 4 главу. Еще одно послание Петра. Помните, что Петр был апостолом для евреев. Поэтому вы находите его проповеди, адресованные евреям. So, he is really a great example of how to the Jews. И он великолепный пример рассматривать его проповеди как проповедовать евреям. So, Acts chapter 4 and starting in verse 7. Четвертое Деяние, начиная с 7 стиха. Let me just paint a bit of a context here. Немножко хочу предисловие сказать. And so, as Peter preached to the Jewish people, and then it says in the beginning of chapter 4, as they spoke to the people, the captain, the priests, the captains of the temple and the Sadducees came upon them because they were greatly disturbed that he preached in Jesus the resurrection of the dead. And so, the leaders were very upset that he was saying that Jesus rose from the dead. And they laid hands on them and they arrested them and but many who heard the word believed and the number grew to over 5,000 people. And it came to pass the next day that the rulers, elders and scribes as well as Caiaphas and Alexander and as many were of the family of the high priest. So there were a lot of kohanim gathered. So here they gathered in Jerusalem and it's the elite, the leadership of the Jewish community. And they asked Peter a question with him and the guys with him. by what power or in what name have you done this? This is after he healed the lame man. And then Peter addresses the leadership of Israel. And then Peter адресовался как лидером Израиля. And I really want to emphasize there's a very short little introduction to verse 8. And they could have just said Peter said. But it doesn't say that. It says then Peter filled with the Holy Spirit said. And you know there's some Jewish ministries that do different stuff whether it's handing out tracts or whatever they do and any work to reach the Jews or others with the gospel I'll never criticize because they are preaching the gospel. But if there is any ministry that is essential to be filled with the Holy Spirit it's Jewish ministry all ministry we need to be filled with the Holy Spirit especially Jewish ministry because the opposition is so strong and if we are filled with the Holy Spirit God is going to give us wisdom that they cannot refuse God had me debates some of the top rabbis in Israel for four months and they were much more educated than me much more brilliant than me I don't claim to be brilliant and they were much more educated to say that I am very good or wise but each of them would get so frustrated with me that they would take me to the next level of rabbi they could not argue with me and they could not prevail against me I'm not saying I don't know the scriptures I do know the scriptures and these are guys who have studied for 20-30 years 40 years some of them and it's not just natural wisdom that's going to get them saved it's not just knowledge that it's being filled with the Holy Spirit that speaks of to Stephen that they got so frustrated with him that none of them could argue with him because God gave him wisdom that they couldn't refuse and having gone through that four months and by God's grace having prevailed my faith was so strengthened I can't tell you I can't tell you how I'm going to do that these people they're going to do that 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 but I always had this fear because I had a lot of orthodox people in my family and including a rabbi I always had this fear that if I really go in front of these rabbis I'm going to be shaken in my faith and I always had this underlying fear that if that was to happen and would I be able to stand really and would I be able to stand really and I'm not saying it's for everybody but as long as I had that fear the enemy had something that at some point that he could work with and sometimes you have to confront those things in God's timing and sometimes you have to confront those things in God's timing and allow you to do that so the enemy can never use that again so the enemy can never use that again and this one particular rabbi in Jerusalem his claim to fame was that he had caused many jewish believers to deny the Lord and one of the famous rabbis in Israel he began to talk about that he had caused many jewish believers to deny the Lord and many jewish believers to deny the Shabbat I don't know if you know this but many of the orthodox believers believe that Messiah will not come until every jewish keeps the Shabbat and they just presume that Jewish believers don't keep the Shabbat and so we actually prevent the Messiah from coming supposedly by coming to faith in the Messiah so they believe that by getting us to deny the Messiah they make the Messiah come and then when they hear that my name is that I'm a Kuhain and then they really want me to come back to the Jewish people and so after going through many different levels of rabbis and different yeshivas and so after going through many different levels of rabbis and different levels and so after going through many different levels of rabbis and different levels they took me to the chief deprogrammer of Jerusalem and they took me to the chief deprogrammer of Jerusalem and they thought they'd give me the specialist the grand master of deprogramming and so I finally ended up with him и вы знаете я был немножко такой вызывающий себя вел потому что я пытался играть с ним в игру но он это не замечал я говорю раввин я слышал все что ты услышал что ты сказал я забочен всем всеми теми словами которые ты говорил и как я сказал что он привел многих евреев обратно от веры вешу и когда я это сказал что я забочен всеми словами которые ты сказал что он улыбнулся и так вот изменился в лице он ожидал что я скажу что я согласен с тобой я говорю что я хочу чтобы вы знали что я еще больше убежден чем раньше что еще есть мессия он он так разозлился он был большой человек он был больше меня и он здоровее меня он стал и я также встал и он посмотрел мне в глаза я думаю что если бы он ему разрешили побить меня он бы меня побил но я не боялся его но он был такой злобный враг делать все возможно для того чтобы препятствовать тому что господь делать и мы на самом деле находимся в реальность духовной битве да нам нужно знать писание но первый приоритет который я поставил перед собой это быть исполнен духом святым когда и чтобы что-либо делать мы здесь видим в деянии что петр у него предоставляется возможность говорить самыми со сливками общества говоря того времени самыми высшим начальством смотрите самый главный первосвященник израиля и иерусалима он пришел и и он слушал петра и представьте себе что там написано что многие семьи все левиты были там на этом собрании и петр говорит этим людям и написано петр исполнивший духа святого сказал им начальники народа и старейшины израильские петр говорит с такой уверенностью к людям которые намного грамотнее образование его потому что он был исполнен духа святого и он знал что бог с ним и он говорит что если от нас сегодня требует ответа в благодеянии человеку немощному как он был исцелен то да будет известно всем вам и всему народу израильскому что именем ишуа мессии ишуа назарея который вы распили которую бог воскресил из мертвых им поставлен он перед вами здрав и он опять же и цитирует и писание старого завета он говорит он есть камень пренебреженный вами заждущими но сделавшийся главой угла и нет ни в ком ином спасения и я верю что и псалом 118 117 22 стих что камень пренебреженный который отвергли строители стал главным это бог делает и она удивительно в наших глазах и этот день который сотворил господь и будем радоваться и веселиться и что и удивительно он тут адресует и говорит что камень пренебреженный вами он обращается к лидерам и говорит вами но сделался главой угла главным камнем и опять-таки он делает таким образом что побуждает их быть ответственными подотчетными за то что он слышал он говорит что вы лидеры вы вы начальники вы должны быть теми людьми которые учить детей но этот камень который вы отвергли он стал главой главным камнем вы наверное знаете что храм не может быть построен без и краеугольного камня вы даже не можете начать строительство храма и сегодня этот главный камень и краеугольный камень его нету не могут найти отсутствие и наша работа чтобы поместить его обратно потому что когда краеугольный камень его поместят обратно тогда тогда будет строительство завершенным ибо нет другого имени под небом данного человеком который надлежало бы нам спастись и очень часто писание цитируется в том контексте где это понятно для еврейского народа и конечно это место писания оно относится ко всем но это писание оно используется для того чтобы свидетельствовать еврейскому народу сказать почему почему нету другого имени под небом чтобы спастись потому что он является главу игольным камнем и нет другого нет другого строения который можно или нет другого камня которым можно построить другое основание и мы у нас сейчас перерыв последний и